Всем привет, ребят! С вами я, Вера, и я, наконец-то, снимаю для вас видео с закрытой сессии, то есть я сдала все свои экзамены, и теперь могу смело снять для вас видео с советами по ИГ. Это видео должно было выйти ещё осенью, но учёба в УЗИ оказалась для меня тяжёлой, то есть изначально я понимала, что будет нелегко, а где сейчас, собственно, легко, но не думала, что настолько будет трудно. Я учусь, как вы знаете, на химическом факультете, фундаментальная и прикладная химия направления, специалитет. Что могу сказать про свои впечатления? В первые дни я была удивлена тем, что химия очень отличается от школьной химии, в плане, что мы очень редко пишем химические акции, точнее, практически их не пишем, а пишем всякие интегралы, дифференциалы и так далее. Что я пока пытаюсь освоить? Но на удивление, высшая математика далась мне вполне себе просто, и мне даже математика на данном этапе изучения нравится больше, чем неорганическая химия. У нас полгода была общая химия, немножечко, как переходящая в неорганическую, а сейчас у нас начнутся химия элементов в будущем семестре. Это уже как раз та самая неорганическая химия. История, как всеобщая, так и России, подпортила мне жизнь. Из-за нее я слетела со стипендии. Ну и там еще косяк был, но изначально из-за нее в первую очередь я слетела со стипендии. А высшую математику сдала хорошо. Мне нравится практика по химии, все это смешивать. Мы и титровали, и определяли металл, получали газ и водород. Много всего было у нас интересного. Правда, всего у нас было 4 лабораторные, но они проходили очень классно. Также лабораторная работа была по гидролизу. Из всех лабораторных работ это мне понравилось больше всего. В первые дни у нас поставили пару историй английский, называется, поступила на химпак. Но потом уже и химия на следующий день стояла. В общем, как сейчас у меня отношение нейтральное. То есть мне как бы практики по химии нравятся, именно лабораторные. Остальное пока как-то трудновато и скучновато, я бы сказала. Ну и высшая математика мне нравится. Вернемся к, собственно, советам по экзаменам. В первую очередь хочу дать советы по поведению на самом экзамене. Это то, что вы должны быть поувереннее в себе и ни в коем случае не молчать. То есть даже если вы ошибетесь, ничего страшного, зато вы попробуете что-то сказать. Поэтому говорите во что бы то ни стало, говорите. Это скорее в плане больше совета вузовского и устного русского для тех, кто сдает ОГЭ. Но все же мы сейчас говорим про ЕГЭ. Верно? Все окей. Я помню. На ЕГЭ также важно не переживать, так как паника. Все обычно портит. Как у меня было на ЕГЭ по химии. Когда я запаниковала и сделала ошибки такие, которые я сроду бы не сделала, если была в состоянии равновесия. Но я из него, к сожалению, под конец экзамена уже за 15 минут до конца вышла. Поэтому просьба спокойна. Поэтому просьба вести себя спокойно. Если какая-то паника возникла, съешьте шоколадку. Глюкоза должна вам помочь. Ну и также попейте водички. Можете выйти прогуляться, если НАТО позволяет время экзамена. Насколько я знаю, на химии время экзамена такого не позволяет. По химии могу посоветовать сайт Ширкопояс. На нем химии могут быть иногда сложнее ЕГЭ, но они подковывают очень так хорошенько. Также советую вам именно не зазубривать реакции, а понимать их. Если вам их не объясняют, пытаться сидеть, разобраться самому можно. Но важно химию именно не запоминать в основном, а понимать. Это вот самое главное в подготовке. Потому что если вы зазубриваете химию, мало того, что от паники, это может все из головы вылететь. Так и чуть изменится задание, и вы потеряетесь. Поэтому химию важно понимать. В плане русского языка могу вам посоветовать. Такой канал на ютубе. Ссылочку на него я скину в описании. И также напишу название здесь, так как я его уже подзабыла. Помню, что он связан с котиками. Очень хороший канал, помогает. Я смотрела видео на нем еще, когда готовилась к декабрьскому сочинению. Хотя, признаюсь честно, написала я всего одно декабрьское сочинение при подготовке на самом экзамене. Да, все именно так и было. На 5 из 5. Все клево. Также, что по русскому, что по химии, что по математике, важно в неделю решать хотя бы по 2, а лучше по 3 кима, чтобы отрабатывать задания и набивать руку, так сказать. По математике у меня еще есть, собственно, папочка, в которой я выделяла важные для себя формулы в справочном материале. Есть такая распечатка по формулам. В готовке к математике мне помогал аппетитер. В химии тоже, в русском, разумеется, тоже. Я готовилась ко всем экзаменам с аппетитерами. Но вот в плане каналов, по русскому канал с котиками я оставлю ссылку в описании. По математике канал Пифагора тоже ссылку оставлю в описании. По химии канал с рыжим химическим котом. Если вы делаете конспекты при подготовке к ЕГЭ, я советую вам выделять их разными цветами, яркими цветными маркерами, делать рисуночки. Это очень помогает запоминать материал и поднимает настроение. По времени подготовки к ЕГЭ также важно гулять. Я понимаю, что возможно времени может быть катастрофически мало, но хотя бы часочек в день. Я бы советовала вам пойти прогульнуться, освещить, таскать голову, проветрить мозги. И также дам совет, который мне давали на протяжении всего года, но я держалась за аттестат. Важнее при приеме документов на бюджет будут ваши баллы ЕГЭ. Поэтому, конечно, старайтесь. Если вам позволяет школа готовиться к ЕГЭ спокойно, то есть возможность получить хорошую оценку по другим предметам получайте. Но если другие предметы сильно мешают, я считаю, нужно на них подзабить, так сказать, не сильно, но подзабить так, чтобы времени на ЕГЭ хватало полностью, чтобы они не отбирали его. Это сложно, но возможно. И, конечно, немножко жалко будет аттестат, я вас прекрасно понимаю. Я смогла удержать хороший аттестат ЕГЭ, но поэтому еще и угодить в больницу. Поэтому тут уж выбирайте сами. Еще я хотела бы вам сказать, что важно мотивировать себя какой-нибудь музычкой хотя бы на выходных. Я больше всего люблю мотивировать себя всякой музыкой из мультфильмов Дисней. Меня они очень вдохновляют и воодушевляют. Там Муана, Эльза, холодная секция. А на этом мои кратенькие такие общие советы по ЕГЭ заканчиваются. Я была очень рада снять для вас видео, жду ваших комментариев. Желаю удачи тем и ребятам, которые сдают ЕГЭ в этом году. Я слышала, что химики сдают очень рано, аж 26 мая. В прошлом году мы писали 31-й, нам казалось, что это рано. Поэтому вы, ребята, там тоже держитесь. Я вас верю, все у вас будет хорошо.